Даже для биографии коллеги выбрали музыкальную форму. Действительно, Наталья Малышева мечтала статьи артисткой, врачом и даже пожарным, но определил все выбор тети, которая настояла, чтобы в пять лет ее отдали в музыкальную школу при Уральской консерватории в Екатеринбурге. Я счастливый человек, потому что я всю жизнь занимаюсь любимым делом. Это музыка и дети. Это замечательная работа, замечательно творчеством заниматься и замечательно общаться с детьми. После окончания консерватории Наталья Малышева начала работать в ней преподавателем. Музыка – это труд, поняла она во время учебы, но именно он возвышает человека, как никакой другой, объясняла своим ученикам. Обязательно нужно заниматься музыкой, потому что так как музыка ничто не развивает. Если хотите развивать мышцы, нужно отдавать ребенка в спорт. Если вы хотите развивать ум, чтобы мозги были хорошие, надо, конечно, отдавать музыку. Почти 20 лет назад Наталья Малышева приехала из Екатеринбурга в Нефтьюганск и стала преподавать в детской школе искусств. В юбилей родители, воспитанники и коллеги объявили ей сценическую благодарность. Мы хотим сегодня всем коллективам пожелать вам оставаться такой энергичной, неравнодушной. Она может за день и в сад съездить, и уроки провести, и на концерт принять участие в концерте, и все ей удается. Ну, конечно, главные подарки в такой день – музыкальные. Шопена Бетховен руками тех, кому она смогла показать всю красоту музыки. Наталья Платонова, Дмитрий Смирнов, телерадиокомпания «Юганск».